Всем привет, дорогие друзья! Я вам показываю очередную ёлочку. Мы начинаем наше видео с новогодних развлечений. Здесь у нас, видите, какая красивая ёлка. Может, я вам уже показывала её, я не помню. И здесь у нас Санта-Клаус сидит, и с ним можно фоткаться. Вон, видите, настоящий. Ой, мне его закрыли, я сейчас с другой стороны обойду и покажу. Смотрите, если кто-то хочет загадывать желание, идём мы сегодня в Ай-Чен-М. Если кто-то хочет загадать желание, то сейчас ваше время. Так. Вот тут у нас, значит, такая станция, где фотографируются дети с ним. Вон, видите, он сидит. Сейчас я вам его покажу. Вот, а детки с ним фоткаются. Так, он, получается, к нам сидит спиной. А если просто с той стороны обойти, так там люди стоят, и вы его не увидите. Короче, загадывайте желание. Вот, можно фотографироваться с Сантой под ёлочкой. Видите, как здорово. Вот такой вот ёлочкой. Это каждый год у нас делают. На Крисмос. Здесь всякие выставляют декорации. Всё блестит, переливается. В общем, ну, это наш маленький районный, так сказать, районно-центровский шоппинг-центр. Поэтому здесь нету таких уже особых украшений. Ну, вот ёлочку всегда у нас ставят. Ну, что, у нас блестюшки. Блестюшки у нас с H&M. А что же у нас ещё может быть? За блестюшки вот 55 долларов. Вот платьица с пайетками. Блестит, переливается. Вот это такой же или нет? А, нет, это другой. Я сейчас вам его с другой стороны покажу. Блестюшек у нас много. Вот это тоже 55. Они немножко как-то по-другому. Как будто бы пайетки как-то по-другому пришиты. Но фасон обычный. Вот прямое платье. Вот оно на манекене. Прямое платье. Короткое, с рукавом. Что мне кажется, рукав совершенно не нужен. Потому что рукав... Жарко. Всё-таки Новый год. Ой. Новый год. Вот такое платье. С блестюшками за 45 долларов. Прямо очень классное. Может, померим такое вот. Оно не в пайетках, а в таком вот люрексом. Люрексом. Вот такие вот топики. Коротенькие, с голым животом. Это для девочек. Так, тут вот ещё у нас, смотрите. Это такой же или оно такое немножко зеленоватое? 55. Мне кажется, то же самое, только... Оно такое немножко зеленоватого цвета, да? Но фасончик тот же самый. Так. Это тоже платье. Такое без... Без плечей. С открытыми, вернее, плечами. Это топы всякие вот такие вот. Штаны. Брюки, юбки. Это юбка. Ага. Вот это вот брюки. А вот это вот юбка. В общем, конечно, блёсток, хоть добавляю. Это короткие блёстки. Платье 76. А это длинные блёстки. Платье за 85. Вы знаете, что я в прошлом году такое купила на распродаже у них на сейле долларов за 30. После Нового года они, значит, вышли все на распродажу. Много всякого зеленого. Но вот есть обычные вещи. Короче, вот есть вот такие блёстки. Такие бежененькие. Ой, в общем, короче. Тут можно блестеть и блестеть и блестеть. Вот, видите, вот такой топик. Этот я вам уже показывала. Тут вот всякие вот такие топики вот с такими вот шлейками. Верёвочки такие. Не знаю. Идёмте ещё смотреть. Это всё то же самое блестит или это всё то же самое? Я вам говорю, у вас в глазах ещё не это... Ничего так нормально, да? Нормально у вас в глазах? Не слишком блестит? Вот такой топик. Почём он? 46, 47. Слушайте, так можно платье за эти деньги купить. Зачем покупать топ? Ну, это такой интересный. Видите, он такой сложно... Сложно расшитый. Ещё там я видела пару... Ой, какой леопард. Смотрите. 33 доллара канадских. Американских 30. Кстати, ничего. Вот кто любит леопард, девочки... Это размер medium. Оно огромное. Может, мы его померяем? Мне только этот бант не нравится. Как я? Я так не люблю эти банты. Так. Полосочки. Симпатичные. 32 доллара. Полосатая ткательняшка. Как худи. Платье. Вот такое вот. Вот такие юбочки. Коротенькие. В таких пайетках. И в таких пайетках. Больших. Такие были в прошлом году. Так. Там ещё что-то. Там такие же пайетки, только синие. В общем, короче. Нормальная есть одежда или нет? Вот такие же пайетки, только синие. Синие мне прям нравятся. Ой, они с такой открытой спиной. Прям совсем. Это мне не нравится. Стоит она 70 долларов. Видите, у неё совершенно открытая спина. Но пайетки классные. Такого красивого цвета. Шелковые штаны. Вот такой вот со 76 долларов. Платье, пиджак, жакет. Мне кажется, это можно как платье носить. Оно очень длинное, а можно как жакет. Так, ещё какие-то блёстки. Вот такие блёстки. Ну, это совсем уже. Это такой лёгкий вариант. Сколько народу, очередь большая. Ничего себе. Лайт вариант блёсток. Так, большая распродажа. Смотрите. Сейл, сейл, сейл. Много всего. Какие-то свитера. Вот какая-то интересная джинса висит. То, что оно здесь висит, ещё ничего не значит. Потому что иногда просто вешают. Ой, случайно неправильно вешают. Но да, она 45 долларов стоит. И она экстра смол. Жалко. Какая интересная джинсовая рубашка. С таким красивым манжетом. Так, продолжаем тему блестюшек. То есть написано, что это тоже распродажа. Но это просто висит не на распродаже. Вот, кстати, платье. Мне прям реально оно нравится. Это размер large. Цены на нём нету. И оно, видимо, было сдано. Просто интересно так пайетки. Интересно пришиты пайетки. Видите? Ну, пришит, честно говоря, плохо. Вот видите, здесь на талии уже какой-то такие наблюдаются дырки. Но интересный такой, знаете, не просто пайетки, а пайетки такие разнокалиберные. Может, не самая качественная версия пайетчного в безумии. Какая юбка кожаная. Тоже на распродаже. 40 долларов размером medium. У меня будет маленькая. Прикольно. Посмотрите, какая корзанная такая, клеёнка симпатичная. Так, идёмте ещё смотреть. Здесь брюки такие классические за тридцатку. Обычный серый брюк. Очень много на распродаже всяких пальто коротких, длинных. Вот таких вот за 50 долларов. Такие, типа... Видите? Вот во 100. Чёрное пальто длинное. Вот прям красивое пальто. С непонятной цены. Такого молочного цвета. Букле. Там шубу я вижу какая-то. Вот видите, много всяких... Много пальто. Жакетов. О, я ещё увидела блёстки. Конечно, ломанулась к ним. Вот такого цвета блёстки. Вот это тоже очень красивое. И вот у них, видите, в отличие от синего, у них спина нормальная. Ну, это такое же, как там есть такое чёрное платье висит. За 55 долларов. Вы знаете, что на один раз надеть на Новый год, если кто вот любит вот такие блёстки... А я, например, люблю. Посмотрите, какая красота. Ну как? Как это можно не любить, девочки? Ну как? Ну какая девочка не любит вот такого безумия? Не знаю. Посмотрите, как красиво блестит, ах. А вот это пальто я хотела вам показать. 77 долларов оно стоит. Укороченное пальто. Симпатичное. Вот смотрите, какая интересная шуба. Мне прямо она нравится. Смотрите, какая интересная шуба. Помните, я примеряла такие куртки здесь? Чёрные. Вот с такого же типа... Давайте её примерим. Медиум размер. Цены нет. Я думаю, что она порядка 100 с чем-то долларов. Слушайте, мне прямо она нравится. Классная такая. Такая классная шубка. Ох, я бы с удовольствием себе такую купила. Но мне не нужно. У меня есть. Прикольно. Как похоже на ту куртку, что я мерила. Только она была чёрная. Всё, пойдёмте примерочной. Сейчас я тут насобираю блёсток, шубок. В общем, пойдёмте примерять. Какая интересная рубашка с такими. Вот. Ну, что тут ещё? Ну, вот, в общем, всё вот такое вот. Ну что ж, всем привет из примерочной из Личи Нем. У нас сегодня большая примерочная. Нам радостно её одолжили. И я надеюсь, что у нас получатся красивые примерки. Немножко блёсток. Но есть и вот нормальные вещи. Поли-алюминия. Вот там ещё этот леопард. Вот. В общем, вот такая вот. Я сегодня... Я сегодня в платье. Шуба у меня зелёная. Зелёная шуба. Платье. Красное, трикотажное. И вот такие вот ботиночки у меня сегодня под эту... Под змею. Я что-то, девочки, устала. Что-то я так устала. Вы знаете, на самом деле, я вам сейчас открою секрет. Я сейчас должна была быть в Мексике. На пляже. Пить текилу и коктейли. Знаете, как в жизни? Человек предполагает. Мы должны были здесь с друзьями. Друзья улетели. Мы остались. Так вышло. Ничего страшного, но просто вот так получилось, что не получилось у нас поехать, хотя мы собирались. Ну вот, так что я вместо того, чтобы пить коктейли на мексиканских пляжах, снимаю вам видос. Надеюсь, что вы за это мне хоть лайк поставите. Правда же? Всё. Давайте помереть. Так. Начинаем с безумных блёсток. Вот эти вот коричневые безумные, безумные. Но оно мне большое. Это large. Я хотела взять medium, но испугалась, подумавши, что я в него не влезу. А они, видите, очень большие эти платья. Вот так вот оно мне прямо. Ну, то есть, как бы, чтобы место осталось на салате, конечно, оливье. И оно не очень, кстати, короткое. Я хочу вам сказать, что вот... Мне это нравится. Ну, может быть, medium был бы короче, и рукава мне длинные. Но, в принципе, я хочу вам сказать, что если... Вот вы очень боитесь, что это платье все эти вот с блёстками, они все короткие, то вот оно очень приличной длины. Вот представьте на размер меньше. Вот так вот оно будет мне вот так на мне сидеть. Мне кажется, что оно очень классное. Оно такое, знаете... В нём есть ощущение какого-то удобства. Оно не колючее. Вот пайетки бывают колючие. Это очень неприятно. Здесь пайетки не колючие. Они такие, знаете, мягкие. У меня такое ощущение, что это как будто бы они на бархат нашиты или на что-то. Вот у него есть подкладка. Видите? А внутри оно сделано из такой... Давайте рассмотрим на вешалке. Там, может быть, будет лучше свет. Но я вам хочу мне прямо сказать, что мне прямо на размера два даже меньше. Прямо даже слоу, наверное. Вот прямо вот так. Вот так вот. Я прям большой кусок урезала. В плечах оно мне великое, рукава длинная. Но идея этих платьев мне нравится. Оно прямое. Оно без всяких вот фокусов. Но вот такой вот просто такой блестящий... Блестящий такой дискоболк. Блестит, как я не знаю что. Оно очень большое. Прямо вот, чтобы вы понимали, девочки, это они очень-очень уверсальны с этим платьем. Проблема с этим платьем в том, что вот здесь написано на этикетке large. А вот здесь написано extra large. То есть этикетка не от правильного платья. Поэтому оно не такое большое. Оно, видимо, extra large. Видите, я взяла, смотрела на эту этикетку. Стоит оно 55 канадских, 50 американских долларов. И мне, если это extra large, то мне нужен medium, наверное. Вот прям реально два размера мне надо было бы снять. А так, конечно, оно просто для определенных целей вот нового года. Единственное, что я хочу сказать, оно довольно толстое. Вот в нем реально будет жарко. Вот это все, вот это оно все очень... Потому что вот на рукавах есть подкладка и платье. Само платье имеет тоже подкладку. Вот здесь, видите, оно, все эти пайетки вот так вот прошиты-пришиты. Пришиты, кстати, крепко. Я не думаю, что они будут сваливаться. Но вот, конечно, с размером я не угадала. Видите, large здесь. А здесь я не посмотрела на этикетку и ошиблась. Но, конечно, вот для определенных целей, чтобы блястеть, вам как раз в самый раз. Так, еще одно платье, которое мне очень велико. Оно было в магазине одно. Я просто хотела его померить и вам показать. Это из дорогих. Это из их люксовой коллекции. Но это тоже extra large, и оно очень большое. Поэтому на мне я его показываю очень быстро. Смотреть особо не на что. А я вам его покажу на вешалке, потому что оно действительно очень интересное платье. Единственное, что оно очень тяжелое. Сейчас я его сниму и покажу вам на вешалке, потому что на мне оно просто некрасиво из-за того, что оно очень большое. Но, повторюсь, оно было в магазине одно. То есть, его, видимо, кто-то заказал, потом сдал. И поэтому вот оно одно висело в магазине. Смотрите, какое-то интересное платье. На вешалке здесь оно видно лучше. То есть оно очень тяжелое за счет того, вот эти все бисерины. И у меня такое впечатление, что они сделаны из стекла, а не пластик. Я, как человек, занимающийся украшениями, не знаю, не уверена 100%, но я вам хочу сказать, что оно прям все расшито вот этими бисеринами. Оно очень не дешевое. Сейчас я вам скажу, сколько оно стоит. Вот оно выглядит вот так вот сзади. Здесь молния и вот такая вот у него голая, немножко раздетая спина. Ну, конечно, там бисер и все, но ладно, это не в этом суть. Тоже экстраларш большой, 160 долларов оно стоит. Видите, ручкой написано, значит, кто-то его заказал и потом сдал. Платье, я вам хочу сказать, шикарное. Ну, как бы вот оно настолько хорошо, правильно сшито, аккуратно. Вот смотрите, вот такой у него манжет. Красивый рукав. Посмотрите, как это все. То есть вы понимаете, что это просто черная ткань, которую вот реально вот так вот расшивали. Причем, наверное, даже вручную. А как еще это можно расшить? Потому что, видите, вот здесь вот это вот оно так прекращается. Здесь начинается на рукаве. То есть это не то, что ткань такая, которая... То есть это невозможно. То есть просто, вот видите, вот оно вот здесь вот расшивали, а край оставлен, плечо оставлено. Нифига себе. Я даже не знала, что в H&M бывают такие вещи. Это очень прям шикарное совершенно платье. Посмотрите. Оно причем такое приталенное. Просто оно мне велико. 160 долларов. Я хочу сказать, что это не так уж и дорого. Но опять же, экстраларч очень большой размер. Если вы вдруг хотите себе такое платье заказать. У него есть подкладка. И оно вот такое вот красивощее. Посмотрите, как оно красиво. Эти бисерины, как они красиво переливаются. Оно действительно, действительно, ну вот, можно спокойно отнести его к люксовому платью. Потому что вот я не могу ни к чему придраться. Оно действительно очень, очень хорошо, аккуратно сшито, сделано. И вот прямо бисеринка к бисеринке. Вот такое платье интересное нашлось. Жалко, что не мой размер. Так, если вы ищете тигра или пантеру, что это тигр идеально, то это идеальный тигр. Знаете, мне очень нравится его расцветка. Она прям такая темная, мелкая. Ну, в общем, короче, красивая. Не алиповатые такие большие пятна. А вот такой вот тигр. Тигр-тигр. Так, длинный рукав. Мне я сейчас попробую его закатать, закрутить. Это, по-моему, размер смол. Представляете? Размер смол. Тоже они, они такие, знаете, немаленькие, так скажем. По-моему, это смол. И с моими сапогами вот этими, это прямо ужас. Это прямо какой-то сафари. Джунгли. Зоопарк. Змея с тигром. Ну вот. Ну, в общем, короче, прикольно. Есть многие, что это не любят. Но если вы вот любите и ищете тигра, оно дешевое, оно прикольное. Вот этот банк, если не заразовывать его бантома, вот так вот оставить. Очень-очень симпатичное и легкое, удобное. Оно такое, знаете, тоже не очень короткое, не очень длинное. Хорошая длина. Ну, в общем, это из дешевых платьев из яичиным. Качество тут не очень, но само платье по себе такое прикольное. В принципе, очень ничего. Абсолютно шикарная шуба. Мне она очень нравится. Вот сама идея ее и как она выглядит. Вы помните, я примеряла такую же короткую черную, короткую. Это вот такая вот бежевая, типа под каракуль. И там тоже были вот эти вот из кожи, вот такие вот отделки из кожи, кожаные пуговицы. И здесь то же самое, только это длинная шуба. Она просто прекрасна. Очень красивая шуба. По-моему, это медиум. Хороший размер. Цены на ней только нет. И я думаю, что она стоит порядка 150 долларов, наверное. Например, нашего. Посмотрите, класс какой. Но у нее нет подкладки. Сейчас я вам покажу. Она сделана, значит, тогда мне написали, что это куртка двусторонняя. Но вот такая, она не двусторонняя. Там была другая куртка, которую я примеряла в зале. Вот она была двусторонняя. Вот это, по-моему, нет. Кстати, в общем, подходит к моим ботинкам. Посмотрите, как классно. Отлично. Мне она очень нравится. Я вообще такую купила. Но мне, правда, не надо. У меня столько одежды. Тем более, надо спросить, может, там не сели. Цены нет на ней. Ну, в общем, классная-классная шубейка. Очень мне нравится. Здесь она, видите, ее можно вот так застегнуть. А можно вот так расстегнуть. Сейчас я вам покажу, почему я думаю, что она не двусторонняя. Потому что у нее все внутри, вот карманы, и все у нее так сделано, что если его вывернуть, то все это будет торчать швы. И, в общем, все не так. Давайте я вам покажу на вишню. Смотрите, размер медиум, цены нет на нем. Я, может быть, потом спрошу, напишу, если я узнаю. Почему я думаю, что оно не двустороннее? Потому что вот здесь, вот смотрите, вот эти карманы, вот эти швы все. Это не может быть. Ну, швы как швы, но вот карман вот такой. Вот куда его девать? И этикетка пришита. И вешалка. То есть нет, оно не двустороннее, эта шуба. Она очень классная. Прямо мне очень нравится. И она такая теплая. Я в ней постояла пять минут. Мне стало жарко. И видите, у нее нет подкладки. Вот это вот внутри как будто бы замша. Но она очень такая интересная, хорошо сделанная. Вот такая вот шубейка. Да. Так, леопард, видите, был размер смол. Смол. И стоит он наших 33, американских 30. Ну, синтетика, конечно, все. Но я вам хочу сказать, он прям такой. Мне даже как-то он понравился, в общем. Такой мелкий рисунок. В принципе, ничего. Ну, не знаю. Не оляпистый такой, а такой как будто бы прям интеллигентный леопард. Ну, короче. Ничего, такое платье, если вот вы хотите, вам нужно. Оно легкое, удобное такое, без претензий. Но расцветочка очень такая зажигательная. Кожаные серебряные штаны. И симпатичный синий свитер с белой отделкой. Очень симпатичный свитер. По-моему, не очень он дорогой. Он вот такие разрезы сзади длиннее. Видите, он прям такой, знаете, закрывает попу. Закрывает вот всю эту вот эрию. Весь этот живот и все вот это, что нужно прикрыть. И вот такие вот кожаные. Кожзам, конечно, серебряные штанцы. Давайте я вам их покажу вот так. Вот такие вот. Ну, у меня, конечно, в них живот торчит, но он прямо очень сильно выделяется. Особенно вот эта вот серебряная. Серебряная, так скажем, серебряная ткань кожи вот эта. Она очень выделяет все, что нужно бы не выделять. Но, в принципе, они вот такие вот симпатичные. Симпатичные, кожаные. У кого живота нет, девочки, вот прям очень рекомендую. У них, правда, жалко, наверное, будет. Но как такая альтернатива вот таким вот, то, что сейчас модно, вот эта серебряная космическая история, это прям класс. Прямо мне кажется, что это очень-очень классные брючки. Ну, опять же, если живот прикрыть вот так вот, да, чем-то, вот таким, да, то вполне себе можно в них ходить. Только в них очень жарко, по-моему. Потому что клеенка. Так, брючки были 10-й, американские. Это прям вот мой размер, 42-й европейский. Цены нет на них, но я видела на других брюках, они, по-моему, стоят 1,50. Вот такие вот брючки. Ну да, клееночка такая. Очень... Что-то я сегодня добрая, я не знаю. Они выглядят как джинсы с заклепками сзади. Вот такие два кармана. Такие крепенькие, хорошо сделанные. Не знаю, по-моему, неплохие. Так, смотрите, оно все сделано из синтетики. Ну, очень меня удивляет цена. Значит, наших канадских 33, американских 35. Обычно у нас наоборот. Наши всегда все дороже. Вот это удивительно, да? Ну, вот бывают такие чудеса. Значит, это был размер медиум. И он такого хорошего размера. Вот здесь вот горло. Но сзади, видите, как оно сделано? Оно вот так вот подрезано сзади. Это спинка. Видите, этикетка? Так, чтобы можно было его отложить, горло, чтобы оно вас не душило, не давило. Это для меня вообще-то важно. И мне вообще нравится очень этот свитер. Он такого хорошего, приятного, темно-синего цвета. Внизу у него, видите, резинка и вот такая вот белая полоса. И две белые полоски на рукавах. То есть он не в полосочку, а, в общем-то, однотонный. Но есть какая-то легкая отделка. И он такого хорошего размера. Он небольшой, не маленький. Собаков такие разрезы. Длинный такой, в принципе, симпатичный свитер. Очень ничего. Смотрите, какое симпатичное я принесла сочетание. Причем, это можно носить и на работу. Можно носить и на праздник. Потому что кофточка с легким люрексом. Но она не такая старомодная. Это я свою куму повесила, чтобы было еще красивее. То есть мало красивая. Надо, чтобы было красивее. Она не старомодная такая. Она коротенькая, такая узенькая. Но, посмотрите, у нее такой интересный рукав, который показывает то, что эта кофточка не 20-летней давности. И вот такие вот темно-синие, шелковистые брюки. Они чуть-чуть великоватые. Жалко. Они мне очень нравятся. Они тоже были на сейле. Это 42-й размер. Мне нужен 40-й. Очень симпатичные. Но они такие классные. Посмотрите, какие они влочные, длинные. И они такие, знаете, сделаны из такого... Тоже на вешенке я вам покажу. Будет лучше видно. Как будто бы немножко шелковистые. Но это не шов никакой, конечно. Цены нет на них. Но они мне вот очень нравятся. Они прям так хорошо на мне сидят. Чуть-чуть были бы ужее. Но, может, тогда бы пузо торчало. Не знаю. Они прямо вот у меня вот так вот. Низенька на бедрах так повисает. Смотрите, какие классные. Супер. Брюки и такая кофта. С люрексом. Обычная кофта с люрексом. Серенькая такая. Синие брючки. Очень скромненько. Все, ничего такого. Но вполне себе так на любой случай жизни. Можно и в ресторан с подружками, и на работу, и на вечеринку. И куда хочешь. Единственное, что она коротковата. Но если вот брюки с высокой посадкой... А эти брюки с высокой посадкой, единственное, что они мне великоваты. Поэтому они как-то так спадают. А вот так, в принципе, вот в самый раз. В самый тон. Очень прикольно. Мне так нравится вот такой вариант. Я бы так оделась. Видите, я с ними ошиблась. Это все-таки десятый. Это мой размер. Но они как-то очень великие. И вот нету их цены. Я, может, спрошу потом. Подождите, а эти были какой сейчас? А эти были тоже десятые. Вот эти мне чуть-чуть маловатые. А эти мне прям немножко велики. Но это, видимо, зависит от размера. Ну, полиэстер, конечно, все в них. Вот такие, видите, они немножко такие шелковистые. А внутри... Внутри вот такие вот матовые. А вот здесь они снаружи такие, как будто бы немножко... Как будто бы это вискоза какая-то или что-то такое. Немножко с блеском, с таким легоньким. Совсем легоньким. И вот эта вот кофточка. Она, кстати, из молодежной коллекции. Это был размер Larch. Она стоит 46 долларов. Она не дешевая. Ну, я имею в виду для вот этого Divide. Это их коллекция молодежная. Вот такая вот. Вот ее номера. 46 долларов. Larch размер. Хороший такой люрекс. Симпатичный. Рукавчик такой интересный. С разрезом. Корловина. Сидит неплохо. В общем, ничего такой симпатичный. Полуверчик. Полуверчик. Вспомнилось слово. Полувер. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие у нас сегодня были примерки в H&M. Ничего такие. Много симпатичных вещей. Неплохих. Конечно, как всегда, мое платье лучше всех. Кстати, платье Zinny Kost. Прошлого года я купила. И вот первый раз надела. И оно мне прямо очень нравится. В этом году похожие есть. Но не такие. Видите, оно не такое огромное. А в этом году они какие-то бесформенные. А это вот такой хорошей длины, хорошего размера. По-моему, это large. Не помню. Вот. Ну, в общем, если вам нужны блестюшки. Не очень дорого. На новогоднюю ночь. То все идите в H&M. Вы найдете себе размеры, цвета. Есть синие, есть коричневые, есть золотые, серебряные, черные. Какие хотите. И вот такое платье. Долларов за 50. Там с чем-то купить. В принципе, на один раз надеть. Вполне, вполне. Очень даже можно. Все. На сегодня все. Всех люблю. Целую. С вами была Дита. Всем пока из Канады. Bye-bye. Продолжение следует.